Теперь слой представляется Смирнова Сергея Александрович, он действительно предокладывает на мемнические осветы для того, как и традиционного транспорта. Доброе утро? Да. По данной тематике можно говорить немного или очень много. Я стараюсь быть краток и сосредоточусь, фокус возьму на ту технологию, которая была разработана специалистами нашего университета. В первую очередь необходимо сказать очередную вещь, о которой я была очень говорила в миллион раз, в том, что пока грузовой магнитолевитационный транспорт не нашел широкого применения. Подраздающее большинство проекта, в частности, «Ремедине-4», связанное с магнитной левитацией, направлено на организацию пассажирских перевозок. В Европе, Азии, Америке разрабатываются и внедряются технологии, позволяющие осуществлять перевозку пассажиров на высокоскоростных, скоростных и городских линиях. Высокие эксплуатационные и экономические характеристики магнитолевитационного транспорта позволяют им успешно конкурировать железнодорожные во всех сегментах пассажирских перевозок, от высокоскоростных до городских. Южнокорейскими специалистами было проведено сравнение поездов в АСЯ, высокоскоростных, используемых в Европе, и магнитолевитационного транспорта в валюты южнокорейской войны. Я не стал переводить в иную валюту, но здесь очевидно, что по различным характеристикам, таким как техническое обслуживание, энергоэффективность, магнитолевитационный транспорт имеет выгоды неоспорения, по сравнению с традиционным колесо РИЦ. И с увеличением скоростей, видно на слайде, преимущественно магнитолевитационного транспорта, при этом за счет того, что перевозок пассажиров осуществляется на хорошем скоростях, существенно расширяется ключок конкурентоспособности на магнитолевитационного транспорта и позволяет им успешно конкурирует, в том числе и с авиационом. Теперь перейдем к вопросам, связанным с грузовым гравитационным транспортом. Единственный вообще озвученный такой проект, связанный с разработками грузового магнела, относится к началу 2000-х годов, и это была разработка магнела для порта Лиссанджелеса. Тем не менее, этот проект так и не был реализован. И, возвращаясь к данным прошлого слоя о выгодах магнела, возникает вопрос, почему, имея такие преимущества, магнел не задействовал грузовых перевозок? Ведь известный факт, что коммерческая привлекательность грузовых перевозок, она, в принципе, выше, чем у перевозок пассажирских. Как правило, указываются данные причины. Это, в первую очередь, дороговизм, и, в вторую очередь, отсутствие потребности в ускорении грузовых перевозок. Специалистам нашего университета, нашей исследовательской группы, данные тезисы были опровергнуты, и поэтому у нас есть уверенность, что магнитолевитационный транспорт способен кардинально изменить ландшафт транспортной логистики уже в самое ближайшее время. И перейдем к предпосылкам, связанным с данным изменением. Первая главная предпосылка – это перспективный рост товарооборота между странами Западной Европы и странами Юго-Восточной Азии и Китая. Европейские рынки наполняются продукцией, производимых в основном в Китае, в Южной Корее. Многие предприятия разместили свои производства в Юго-Восточной Азии и перевозят продукцию на традиционные рынки. Также имеется устойчивый встречный грузопоток. В результате этого возникает необходимость создания устойчивого транспортного коридора, аналогичного шелкового пути транспортного коридора, который осуществлял бы связи между данными регионами. И этот вопрос активно прорабатывается. В частности, на уровне российско-китайского паркурного проекта экономического шелкового пути. Вот как раз на слайде представлены возможные маршинты прилегания данного шелкового пути, маршинты, связанные с железнодорожным транспортом. И следует ответить, что подобные проекты предлагают достаточно большие выгоды не только тем странам, из которых вывозите продукцию, и вы, которые заводите, но также и странам транзитеров более простей в данном проекте не является. Известным фактом является то, что осуществление массовых грузовых перевозок возможно только с использованием двух видов транспорта. Это железнодорожный транспорт и морской транспорт. Соответственно, есть два сейчас, на сегодняшний день, основных транспортных коридоров, соединяющих Европу сельховосточной Азией. Это морской путь Дип-Си и Транссибирская магистраль железнодорожная. Что характеризует эти два транспортных коридора? Время доставки грузов по Дип-Си составляет 30-35 суток. Ну, по северному морскому пути, там есть свои проблемы, не будем оказаться, но по северному морскому пути 25-35 лет зависит из того, что на время переговоров стоит двигаться. По Транссибирскому регистраю, время перевозка, период, который занимает перевозка полностью, может достигать 21 дня. И необходимо отметить такой факт, что ради каменного ускорения грузовых перевозок в условиях традиционного железнодорожного транспорта не достичь. В российских условиях для того, чтобы обеспечить участковую суток свыше 140 км в час, я говорю сейчас про грузовое движение, необходимо осуществить крупные вложения в модернизацию инфраструктуры, создание грузовых заводов, соответствующего продвижного состава. Либо обеспечить инициировать другие разработки, связанные уже с использованием высокоскоростных производителей, которые тоже пока еще не построены. Ускорение заводов перевозок на морском транспорте оно, собственно говоря, тоже невозможно как по эксплуатационным характеристикам, так и по условиям навигации. Соответственно, у нас и запрец. Этой предпосылке, конечным образом, вытекает предпосылка вторая. Это потребность снижения транзакционных издержек, связанных с замороженным оборудованием капитала в товарах пути. Здесь мы обновляемся в простой базовой экономической категории. Товар во время нахождения его в пути, он оплачен одной из сторон. Либо продавцом, либо покупателем. И на протяжении всего периода доставки груза, до времени, которое было оплачено товаром, эти деньги не приносят денег, что вообще противоречит базовым принципом финансового менеджера, который обладает, потому что деньги должны делать деньги все время, они должны эффективно не пользоваться. О чем мы здесь говорим? Что у нас возникает упущенное выгодно, в том случае, если товар был оплачен продавцом или покупателем за счет собственных средств, либо расходным обслуживанием кредита, если товар был оплачен за счет увеличенных средств. И в цикле производства, распределения, обмен потребления, вторая стадия оказывается расширенной по срокам, и при этом она не производительна, она замедляет оборот товарно-денежной массы. Возникающие таким образом продивционные издержки компенсируются в выражении продуктов для конечного потребителя, в той продукте, которая уже оказывается у нас на пол. Это удорожание, именно удорожание, нивелирует негативный эффект для предприятий, продавцов покупательной продукции, которые потом уже ее доставляют, конечно, употребители. Данная активность справедлива для экспортно-импортных операций. В отношении транзивных перевозок, здесь наиболее чувствительны к сроку доставки грузов операторские компании, потому что они вынуждены содержать внушительные вагоны и банки. И там же РЖД, которые представляют тяговые ресурсы, не нужно содержать большого объема тяговых ресурсов. И все вышеописанное, оно существенно увеличивает народно-хозяйственные затраты и ведет, вообще говоря, в далеко в будущем последствии. Первое – это завышенный уровень цен на потребительские товары, на продукцию промышленных предприятий, на продукцию строительного сектора, и далее это охватывает многие отрасли экономики. Второе – это снижение инвестиционных возможностей предприятий. Это связано с тем, что те средства, которые вложены в товар в пути, они, по сути, не доинвестированы в экономику в реальные проекты, в том числе в проект инфраструктуры. Мы осуществляли технику экономическогоendi складывания строительства магнитно-ревизационного магистрали между портами Санкт-Петербурга-Белинградской области и терминальными логистическими центрами Московской области. И расширка показала, что грузовой магнитно-ревизационный транспорт имеет экономические преимущества перед традиционным железнодорожным. Вот здесь, на графике, показывают стойу жизненного цикла магнитно-ревизационной магистрали, перед железнодорожной магистрали, Я к этому графику еще вернусь, когда будем говорить про следующие с вами. Здесь мы говорим о расчете. С одной стороны, стоимость строительства маркетинговой репетиционной магистрали выше, чем строительство железной дороги. Но, с другой стороны, заставить на обслуживание эксплуатационные издержки в моментах существенно лучше. И здесь нужно сделать одну оговорку, о которой часто забываем, когда сравнивают железную дорогу и мало. Мы в расчетах использовали показатели для строительства обычных стандартных железной дороги, но не было обеспечено единством базовых сравнений. Понятно, что ее нет, но более корректно было бы сравнивать стоимость маркетинговой, либо со стоимостью ВСМ и использование на ВСМ скоростных грузовых выездов, как это делается в Европе в коем-где. Либо строительство железной дороги, рассчитанное на пропуск поездов тяжеловесных, повышенной массы и длины. И в таком случае стоимость строительства маркетинговой репетиционной магистрали уже практически сравнивается со стоимостью строительства железной дороги. Дополнительную выгоду обеспечивают устойчивость функционирования газовой магистрали. Много говорилось, и все знают этот факт, что маркетинговый репетиционный транспорт имеет дружественный контакт с инфраструктурой. И обслуживание требует значительных объемов ремонта, как железнодорожная магистраль. Это повышает устойчивость работы маркетинговой. Если взять нормативы, то железнодорожная магистраль грузовопряженной на десятилетнем цикле требует проведения двух капитальных и трех средних ремонтов. На это время грузы не останавливаются, разрабатываются альтернативные маршруты переброски грузов, обход участков, которые ремонтируют с него пропуск поездов в Городку. Такой переносит графику, вот здесь видно такая лесенка, спешкообразный характер нарастания и стоимости жизненного цикла железнодорожной магистрали. Это как раз и связано с тем, что проводятся ремонты, которые сами по себе набудут такие дорогостоящие. Как выказали проведенные за счеты, экономичность грузового магнито-левитационного магистрали является оккупаемым и коммерчески выгодным проектом. И при установлении тарифа на конкурентоспособном уровне грузовой магнифм может успешно конкурировать как с железнодорожным, так и, что не было важно, с автомобильным транспортом, предлагая потребителю привлекательные услуги. Мы осуществляли этот расширь, исходя из трех сценариев развития рынка. Пессимистические зрения и оптимистические сценарии. Соответственно, в результате реализации оптимистического и зрительного сценария чисто текущая стоимость проекта, то есть NBV, один из ключевых притериев оценки инвестиционных проектов, получается положительной. Но здесь нужно сделать небольшой оборот. Окупаемость проекта мы рассчитывали в отрыве от инновационной инфраструктурной составляющей. Ну, про инновационную мы немножечко попозже, на следующем слайде про инфраструктуру. Сейчас примерно поясню, что значит инфраструктурная. Любая железнодорожная регистрация, она выносит вклад в валовые внутренние продукты ВВП. За счет того, что вывозятся грузы с одних территорий, завозятся на другие, и осуществляется товарооборот, рабочие места и прочее. Так вот, приведу пример. Когда делалось обоснование проектов транспортной стратегии Российской Федерации, рассматривались различные новые железнодорожные магистрали, и, например, отказ от строительства Северосибирской магистрали специалистами был оценен в 0,2-0,4% пунктов ВВП в год. То есть потери от мест строительства, потери для ВВП составляет 1,2-0,4%. Также наш расчетный учел ряд факторов, которые обеспечены дополнительным выводом. В первую очередь мы говорим о сторонних эффектах, возникающих в результате развития грузового магнито-ревитационного транспорта. Это развитие производства компонентов, материалов, развитие совершенствованных технологий. То есть если мы подходим к строительству грузовой магнито-ревитационной регистрации, мы должны понимать, что мы создаем целую и любую отрасль в экономике, причем отрасль работающая. Будет развиваться, помимо этого, производство и в снежных отраслях. Это и поставка ресурсов, и поставка высокотехнологичных продуктов. И существенные эффекты от строительства в магнито-ревитационной регистрации будут появляться как раз-то в народно-хозяйственном уровне. При развитии переплавных исследований и производства. Что неизбежно за собой внечет общий динамический толчок, соответствующий созданию инновационных рабочих мест и роста баллов внутренних продуктов. Также магнито-ревитационный транспорт имеет ряд экологических преимуществ. Они представлены на слайде. Здесь также добавлена безопасность движения. Она достаточно высокая, поскольку время заканчивается. Этот слайд меньше пропущу. Также магнито-ревитационная магистраль имеет большое преимущество с точки зрения требования к ошибке земельной полосы отхода. Очень актуальна с точки зрения как возможности прокладки магнито-ревитационной регистрации, так и с точки зрения расходов земельных платежей составительных функционных расходов. При этом стоимость строительства более чем в два раза быстрее, чем по строительству железнодорожной регистрации. Также магнито-ревитационная нагрузка обладает высокой энергоэффективностью. Ну, здесь ведутся разговорки. Сейчас мы не говорим о трубе, не говорим о проекте Хайперу, что в зависимости от использования различных видов обтягателей достигаются достаточно высокие показатели энергоэффективности. Ну, и подведем краткий итог на мой взгляд лично, что сегодня, когда в мировой экономике наблюдается кризисное явление, происходит пересмотр базовых экономических понятий, базовых экономических категорий. И у меня есть твердое уверенность, что новая экономическая модель должна будет строиться именно на минимизации транзитационных издержек на всех стадиях производства потребления, чему будет способствовать кардинальной ускорению перевозки бюлзов при помощи мегистра на интервью. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Есть вопросы. Пожалуйста. Друзья, вы сказали, что жире на церкви, да, как у вас есть на церковь? Есть на церковь, скажем, инфраструктура, 50 лет. 50 лет. 50 лет, да? А что потом делать? У нас строят, скажем, эстакад, да? Что потом делать с 50 лет с этими эстакадами? Все то же самое, что делается с железными, да, с мобильными дорогами. Нужно выйти и конструкциях проводить. Вот это главная проблема. Скажем, я говорю, в Китае. В СССР строили эстакады в основном, да? И вроде бы как это более решило не будет, нечто строить в зеленом планете. Но потом возникает вопрос, что вы делаете с этими эстакадами? Но на это есть адресованный ответ. Если мы будем эстакады на чему, тогда для чего не нужно будет эстакады потом. Нет, я понимаю, потому что здесь можно рассматривать разные варианты, но не только эстакады, да? То есть я от этого позависил, а именно цикл, сто месяцев этого цикла стакада, да? Может быть здесь смотреть какие-то давние варианты, не только эстакады, скажем, ну, это просто как дискуссия? Ну, в планах дискуссий, да, безусловно. Спасибо. Я говорю, что технические специалисты работают над этим вопросом. И разные варианты здесь тоже расслабиваются. Я отрубил. Спасибо. 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 Спасибо.